Всем огромный привет! Начинаю свой рабочий влог, в котором будут только мои работы. Работы будут представлены, которые я буду шить, начиная с декабря месяца. Первая пакетница, я ее уже показывала, поэтому особо на ней не буду сосредотачиваться. Но так как она у меня показана была просто в обычном влоге, а не в рабочем, я решила ее увековечить и в рабочем тоже. Давайте покажу эту зайку. У нее новые глазки, обычно я глазки делала другие. Вот такие ушки с декупажем. Зайка намеренно состарена, выполнена в черточной технике, как и все мои работы. Очень яркое у нее такое позитивное летнее платье. И эта зайка является пакетницей. У нее вот такой мешок, в котором уже хранятся пакетики. Видите, у нее нет лапок, но зато вот под подолом вот такой мешок. Вот такая вот красивая зайка. Она сшита на подарок лично мне. Я уже говорила, что я была сапожником без сапог. И теперь вот такая зайка. Зайку зовут Зая Зося. Будет шить у меня. Познакомили мы, Зосенька, с тобой. Вот такая улыбашка добрая. Единственное, я не знаю, буду я делать или нет, но мне кажется, у нее очень голый лобик. И я думаю, выстричь вот такие листики зеленые и сделать типа челочки. Вот такие. Если я это сделаю, то я вам обязательно покажу. И вы мне скажете, как лучше. Вот так, как было. Но уже это не вернуть будет. Либо все-таки сделать вот типа челки такие два листика. Ну, посмотрим, как получится. Ну и еще покажу вот такого новенького пупса. Вот такой вот он симпатичный. Тоже сшит в чердачной технике. Я для него покупала на одежку перчаточки. Я показывала вам в фикс прайсе. Но нашла все-таки носки махровые, из которых я чаще шью. И решила не экспериментировать. Перчатки могут распуститься, так как они очень узкие. И не тянутся так хорошо, как вот такие носочки. И поэтому вот такой мальчик милый скоро уедет к своему новому хозяину. Маленькому тоже. И поедут еще вот такие заколки. Розочки. Две розочки идут. Резиночки. Это уже для девочек. Наборчиком. И одна роза вот такая красная. Она идет на крокодиле. Вот такие вот первые работы, которые начинают мой новый влог. Это заколки. Вот такой пупс. Этих пупсов многие считают, что это гномики. Нет, это все-таки детки-пупсики. Ну и вот это девочка-улыбашка. Встретимся уже в следующем сюжете. Хочу показать волосики, которые я сделала в моей пакетнице. И повесила еще девочке бусики. Мне эти бусины очень красивые. Присылала Таня Хорошева. И они здесь очень-очень подошли. И так красиво смотрятся. Ну и в общем вот такой вот у нас получился креативный лобик. Теперь, знаете, такой как бы законченный вид. Нет голого лба и в виде челки. Очень даже красиво смотрится вместе с ушами хорошо. Декупаж такой. Ну и вот, собственно, вся в бабочках получилась девочка. Теперь она мне служит. У меня она в коридоре находится. И хранит пакетики. Хочу показать еще одну пакетницу. Так мне понравилось делать челку этим зайкам. Что эту пакетницу тоже решила сделать с челкой. И вообще сохранить такую традицию для моих игрушек. Потому что голые лобики как-то не очень, оказывается, смотрятся. Так гораздо интересней. Глазки у этой девочки более открытые. Так захотела ее новая мамка. Она в зеленом летнем платье. Вся такая ромашковая. И вот так вот радостно ждет встречи со своей новой хозяйкой. Давайте посмотрим, какой у нее там мешочек. Я иногда мешки делаю белые, иногда цветные. Но вот у этой девочки захотела она с цветным мешочком. Интересно, что все пакетницы у меня получаются разные. Вот если моя требует чуть повыше вешать ее, потому что у нее взгляд опущен как-то вниз. То вот эта девочка просится, наоборот, чтобы ее повесили пониже. Потому что она смотрит вверх. Поэтому она будет так, наверное, чуть ниже висеть. В общем, чтобы глазки были на уровне ее глаз. Мы встретимся, наверное, уже в следующем сюжете, когда я сошью следующую игрушку. И, скорее всего, сейчас будут идти одни пакетницы. Потому что у меня и заказывают пакетниц, и на подарки я сейчас шью тоже девочек пакетниц. Так что оставайтесь со мной и давайте смотреть следующую девочку. Снова пакетница. Пакетницы в этом месяце прямо рулят у меня. Очень понравилось мне делать челки. Прямо очень понравилось. Посмотрите, какие они стали красивенные. Ну, не знаю, может быть, это мне так кажется. Кому-то, может, не понравится, что вот эта зелень. Но мне кажется, восхитительно смотрится. И вот лилия на ушах, я прямо к ним прикипела. Жалко, что эти салфетки закончатся. И придется делать что-то другое. Эта девочка уже вот в таких пионовых тонах. У нее очень большое платье. Такая уж пакетница, так пакетница. Много можно наложить. Ну, и вот такая мордашка, которую так и захотела. Хозяйка с открытыми глазками. И красные банты. Надеюсь, понравится эта девочка. Своей новой хозяйке. И будет ее радовать. Хочу показать следующую девочку. Она очень маленькая. Вот такая куколка. Давайте поближе личико покажу с бантами. Эту куколку я сшила для конкурса. Победитель получит вот такой маленький сувенирчик от меня. Девочка такая интересная. В штанишках. У нее костюмчик. Платье и штанишки одного цвета. Обувь у нее и носочки нарисованы. Часто чердачным куклам обувь вот так рисуют. И вот такая она рыженькая, растрепная. Вот такая симпатяга. Мне так кажется симпатяга. У меня ребенок просил веснушки нарисовать, но я почему-то не стала. Решила, что пусть она будет вот такая просто зеленоглазая. Вот такая вот милая девочка. Еще одна девочка будет. Я хотела двух показать сразу, но вторую я еще не одела. А эта уже вот-вот уедет. Поэтому решила их по очереди показать. Поэтому, наверное, в следующем сюжете уже будет вторая девчонка. Но там, по-моему, глазки у нас уже голубенькие. Вот. Так что вот такая девчоночка. Давайте я покажу следующие новые работы. Уже знакомый для многих вот такой котик. У которого хвост трубой. С бабочкой на попе. Давайте так поближе покажу. Это декупаж. Бабочки не всем нравятся на попке. Иногда просят без бабочек. И вот у него на ушки тоже идет декупаж. У меня был немножко необычный последний заказ на котиков. Хозяйка следующего котика просила, чтобы один глазик был прищуренный. И чтобы все-таки было видно, что это мальчик, декупаж должен был быть такой пацаней. Выбрали мы с ней зелено-синие тона, синий бант. Вот так вот он хитро прищурил глаз. И решила я по ноге сделать вот эту зелень, но уже никаких бабочек. И по хвосту идут. Вот такой вот котик поедет. Он заказан на подарок. Надеюсь, порадует того, к кому он поедет. Также многие знают, что я часто шью пару. У кошечки и у котика хвостики соединяются в виде сердечка. Тоже был необычный немножко заказ. Заказали такую чердачную пару, но в свадебном варианте. Давайте я вам покажу. Вот так выглядит жених в галстуке. И вот такая вот, надеюсь, очаровательная невеста. Смотрите, у нее какой тут в стразах фата вся блестит, переливается. И сейчас мы их соединим. Вот так вот они будут смотреться. У девочки можно вот это все дело приподнимать, фиксировать, чтобы и глазик было видно. Я немножко камеру вверх подняла. Лучше, конечно, было бы пониже немножко. Вот такая вот пара котик и кошечка в свадебном наряде. Вот такие новенькие у меня были работы в этот раз. Надеюсь, они были интересны. Может быть, кому-то будет и такой вариант интересен при заказах. Три кошечки у меня уезжают. А этот котенок пока остается со мной и будет ждать свою хозяйку. Ну, а эти трое уже все пакуют чемоданы. Завтра поедут в дорогу радовать своих новых хозяев. Чуть-чуть я опустила камеру, чтобы чуть-чуть поближе показать все-таки, как они смотрятся. А то я уж больно сверху задрала. В общем, вот такие вот последние новые работы были выполнены в этом месяце. Хочу показать очередную девочку. Только-только дошила. Уже почти 2 часа ночи. Трудно остановиться, когда доделываешь последние какие-то нюансы в игрушке. Завтра Мотю отправлю уже. Ее жду дома. Она была сшита на подарок. Поэтому она вот с таким вот букетиком, с розочками. Вся в бантах, в зонтах. Хочу огромное спасибо Танюшке сказать хорошего. И Танюш, смотри, как пригождаются все твои бантики. Благодаря тому, что ты присылала наборы мне, я их оформляю на одной игрушке. Как вот, ну как получается прямо празднично так. Когда не один цветочек где-то, а сразу несколько. И получается прям как костюмчик. Спасибо тебе огромное. Прям выручила меня. И вот такая Мотя зеленоглазая. Вот у нее такой взгляд. Уезжает. Вот такое у нее платье сзади. Мотя балерина. Кто сказал, что бегемоти не танцуют. Вот на бал собралась. И будет, надеюсь, радовать свою новую хозяйку. Пошилась следующая игрушка. Это кукла Лешка. Она лежит обычно на диванах, на кроватях, на каких-то полках. И как бы так призывает поваляться вместе с ней. Обычно ее берут для кроватей. Когда кровать заправленная, где-то посередине эта кукла лежит, она смотрится очень симпатично. У нее такая плотно набитая попка. Ее можно, конечно, использовать в форме подушки. Ну или как подушку. Но лучше этого не делать. Иначе она будет приминаться. Вот такая девочка скоро тоже уедет от меня. Я хочу сразу извиниться. У меня между каждой игрушкой порой и неделя проходит. И несколько дней. Бывает две недели. И возможно, вот такими кусочками, когда я снимаю, я повторяю одни и те же слова у каждой куклы. Я-то об этом не знаю. Забываю. А для вас минутные такие кусочки. И возможно, получается так, что каждую игрушку я представляю, может быть, одинаково. Так что, если я допускаю такие ошибки, вы уже простите. Я сама об этом узнаю, только когда уже загружу ролик. Хочу показать. Вот моя рука. Кукла достаточно большая на фоне женской руки. У нее большой размер. Она, наверное, сантиметров 50-то в длину есть. Вот такие у нее симпатичные тут. Цветочки. Такие же цветочки на ножках. Цветочки это все те же самые, которые были в посылке от Танюшки Хорошева. Она мне прислала тогда очень много наборов разного вида цветочков. И я вот теперь использую в каждую игрушку. Где-то они украшают. Вот такая, в общем, девочка. Надеюсь, понравится своей новой хозяйке. От меня тоже выезжает. Так как я шила уже всю зиму, начиная, наверное, с декабря. Декабрь, январь, февраль. И вот часть марта. Девочки часто спрашивают уже, Света, давай показывай игрушки, которые ты нашила. Давайте я покажу вам заключительные в этом ролике игрушки, которые шились последние. И уже загружу. Первую хочу показать вот такую сову. Для меня совы сложные, потому что нужно полностью рисовать. Тут не нарисована только вот эта веточка. Это декупаж. Сама сова полностью нарисована красками. Так она смотрится. Сову можно подвешивать. Бывает, ее в коридорах вешают, кто-то в машинах вешает. Но она не маленькая, если вот мою руку взять. Вот такая сова. Сова поедет не одна. Она идет как дополнение уже. А главный заказ был. Это вот такая девочка. Это жирафка. В таком платье с подсолнухами и в таких же штанишках с подсолнухами. Она в пятнышку туфельки одела. Поедет она к очень обаятельной девочке, к девушке. И надеюсь, понравится. Сзади у нее тут бантик. Такие же бантики по платьишку идут как украшение. Бантики мне такие красивые. Прислала все так же Танюшка Хорошева. Спасибо тебе, Танюш. Теперь все игрушки, правда, у меня украшены и нарядные. В кадр у меня девочка не помещается. Она не маленькая. Жирафка. Вот такая вот. Давайте я ее посажу рядом с собой. Вот такое у нее платьишко. И вот так они будут смотреться вместе. Вообще, я чаще делаю петельку. И игрушки вот такие, которые с ручками, с ножками, вешаются на стену. Можно их даже подвешивать тоже на стену, но как будто бы стоячие такие, что они стоят на столе. Либо вешать уже как картину. Так смотрятся хорошо. Вот такая жирафка получилась. Надеюсь, понравится. Мне самой она очень понравилась. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать. Сейчас вам покажу одного мальчика. Время 2 часа ночи. Он у меня ворует, всегда ворует резиночки. Опять очередную стянул. И играет, как мышками ими. Вот охраняет. Бедные соседи. В 2 часа ночи бывает такой грохот устроит. Пока у него не отнимешь эту резинку, за ним бегаешь. Вот охраняет, как мышку. И сейчас он ее будет закидывать либо под холодильник, либо вот под тот ящик. Типа эта мышка убегает, он ее ловит. Если холодильник отодвинуть, там очередных таких мышек огромное количество. То есть раз в месяц я оттуда все выгребаю. Но когда я шью, он у меня всегда успевает стянуть новую резиночку. Вот такой хулиган. А я сейчас вот девочке резиночку, видите, там резиночка, волосики ей держит, брала. Вот он у меня успел одну стянуть. И играет довольный. Не стыдно Степу воровать-то? А Степ? Нет, не стыдно. Ну, простите, задержала я вас. Спасибо всем огромное за внимание. Сейчас буду загружать этот ролик. Всем прекрасного настроения. И всем пока. Продолжение следует...